Сбербанк 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 Довольны и односельчане Фонии. Гулия Кадырова вместе с мужем-фермером держит 11 коров. Забот хватает, нет времени на лишнюю бюрократию. Молоко продаем, сдаем, это собирают по утрам каждый день. 11 коров у нас? Да, 11 коров у нас каждый день. Это как зовут? Карлогач. Это Карлогач. Долгий процесс был, сейчас по компьютеру это оформляем, документы сами делаем. Даже если речь об элементарном удобстве и экономии времени сельских жителей, это уже немало. Но в реалиях повсеместное внедрение этого сервиса принесет колоссальный социально-экономический эффект. Речь даже не о сотнях миллионов, а о миллиардах рублей выгоды для государства. На данный момент сервис «Мои субсидии» охватывает 19 из возможных 35 субсидий и мер поддержки. По замыслу разработчиков он должен стать своего рода универсальным каталогом мер поддержки для всех фермеров и предпринимателей. О необходимости такого инструмента заявили недавно сами бизнесмены на последней встрече с Рустамом Минихановым в Набережных Челнах. Есть меры поддержки, где подается из спорных бумажных носителей. Например, субсидии. В субсидиях это вообще очень актуально, потому что там есть принцип «кто быстрее подал». И получается, что предприниматели Казани и близлежащие фермеры наши, они находятся в более выгодном положении. Нам должно быть сцеплено, что мы не можем эту работу завершить. Поэтому определите, что для этого надо. Раз мы первый путь, он более сложный по личному подворю, если мы прошли, я думаю, эту платформу можно использовать и под другие. Что дает и как работает цифровизация в Татарстане. В период пандемии мы это особенно почувствовали. Небывалый рост показывает сектор е-коммерции. Некоторые эксперты уже делают прогноз. К 2025 году каждая четвертая покупка будет сделана онлайн. Сократилось расстояние между производителем и потребителем. Если раньше были производитель, дистрибьютор, какие-то дилеры и так далее, такая цепочка, которая усложняла, они генерили добавленную стоимость просто на том, что были частью вот этой цепочки логистической. Сегодня есть логисты, которые доставляют, есть производитель, который производит соответствующий товар. По уровню проникновения цифры Татарстан за последние годы сделал мощный шаг вперед. Достаточно сказать, что у портала государственных и муниципальных услуг республики сейчас до полутора миллиона активных пользователей. По этому показателю мы в числе и российских лидеров и давно обогнали некоторые страны Европы, говорят эксперты. Мы общались с нашими итальянскими партнерами, и когда мы показывали реализованное нами в России программное обеспечение для здравоохранения, они говорят, о, классно, вы так здорово придумали. А есть что-то из этого, что реально работает? Мы говорим, парни, это работает уже более 10 лет. И Европа от России по цифре сегодня отстает, моим субъективным оценкам, наверное, лет на 6-8. А Япония отстает от Европы еще на несколько лет. Удобных сервисов будет больше. Проникновение высокоскоростного интернета в населенные пункты Татарстана тоже идет своим чередом. Здесь инвестиции идут. Но есть одна проблема – барьер, который еще предстоит преодолеть, особенно на селе. Речь о компьютерной грамотности населения, преимущественно старшего поколения. Хорошо, когда есть грамотные, сведущие дети, которые всегда помогут. Осие и Анасу Шеревзяновым из деревни Большие Яки Зеленодольского района в этом плане повезло. Курсы прошли. В основном это было только в сельсоветах. Теперь надо обучить к этому еще население. А так, при желании, это в принципе не сложно. В центре цифровой трансформации Татарстана нас заверили, что об этой проблеме знают и даже знают, как ее будут решать. Задача на ближайшую перспективу даже еще более амбициозная, чем было официально заявлено. Не 70%, а все 95% проникновения цифровых услуг. Ближайший год-два. Еще бы и уровень компьютерной грамотности подтянуть к этому показателю. Тимур Бехморзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.